Не, что-то не то. Инструмент требует настройки. Потом подвернем, да? Да, да, да. Ну, я думаю, что настолько монументальное сооружение, чтобы не приходилось делать. Ну, попробуй, потому что. Можно все, я? Спасибо. Это традиция, это попытка вписать искусство в экосреду, да, в какую-то такую очень органическую среду интересную, где арт-объект существует как, ну, то есть существует в природе, существует в какой-то такой естественной среде, в естественной ситуации. Вот, это делает, как бы, еще более привлекательными эти арт-объекты. Третий день у работа. И если у вас нет четкого плана... Они у нас будут установлены в воде, как будто они купаются с семьей. Это такое место, которое, ну, для семейного отдыха предназначено, для того, чтобы человек расслабился, отдохнул. И, может быть, он посидит с удочкой утром, пофантазирует, когда из тумана появятся динозавры, ему, может, станет интересно, а кто-то приедет ради того, чтобы посмотреть на них. Я надеюсь, на хозяев, которые будут следить, поправлять. Это уход из рамок галереи, то есть из коммерциализации искусства. Уход в природу, в более, ну, такую близкую человеку среду, доступную человеку среду, то есть и всем посетителям. Потому что некоторые объекты в ландарте, они настолько масштабные, что их там можно видеть с самолета, с каких-то высот. Личная задача – это собрать друзей. Потому что все художники, скульпторы, изголодавшиеся по творческому процессу в связи с тем, что все сидели по домам, все лето никуда не ездили, и очень всем хочется что-то созидать, творить. Идея интересная, как бы позволяет не проходить мимо, участвовать в самом процессе. Это приятно, создает близость к всей компании, ко всему этому действию. Да, 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 да. Волк. 8, 912, 212. Здравствуй, Жора. Дай лапу. Дай лапу. Дай лапу. Да? А в сене, когда поваляешься, потом... Красиво здесь, здесь действительно какая-то такая атмосфера, и очень классные, как это, композиции, фигуры, задумки, у каждой есть душа. Это способ обжига, но когда скульптура... То есть открывается кожух ватный, она как вот такой огненный цветок получается. Она раскаляется до 1000-1200 градусов, прозрачно-розового, оранжевого цвета. Зрелище просто невероятное. Я думаю, что вот когда кто-то первый это попробовал сделать, то поняли, что из этого можно еще сделать шелк. Огонь существовал и спокойно. Ека ему поклонялись, с ним работали, он помогал в жизни всегда и до сих пор помогает. То есть это такая очень значимая вещь в нашей жизни. И почему бы не использовать ее в творчестве? Это тоже интересно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!